Вопросы к личности Страбона Мы уже попытались обговорить Поставили ряд вопросов И о его так называемом труде Которые по велению небес Или каких-то Ну, не скажем Опять не будем повторять теории заговора Сил был сотворен и подарен нам Что ж, судьба казалась милостива к нему И она сохранила вот такое творение Так считается Самые ранние списки географии Восходят, мол, к X веку А наиболее полная рукопись Так называемый Парижский кодекс 1393 года Очень сомнительны эти датировки И что же делать? Верите? Конечно нет, друзья Это наверняка все было воссоздано Или если не в 16-17 То уж, по крайней мере, в 19 веке точно Римскую эпоху Страбона Как мы уже отмечали Не почти, а совершенно не знали Изредка его имя встречается у Маркиана из Гераклеи В пятый век нашей эры Понятно, когда этот Маркиан жил И кто туда это втиснул Или в схолиях к Аполлонию Родоскому И что тоже близко вот такому мнению Как и Маркиане В шестом веке Стефан Византийский В лексиконе, посвященном императору Истериану Многие есть труды и доказательства, что этот самый Истинюан Это наверняка жил, по крайней мере, тысячу лет позднее Уже обильно цитирует Страбона Обращается к нему и знаменитый историк той же Эпареи Прокопий из Кесарии Ну, вся братья именно средневеково-возрожденческого периода А вот уже в двенадцатом веке по официальной версии С величайшим уважением Острабоне отзывается Константинопольский епископ Евстафий Комментатор поэм Гомера Заметили? Епископу из дела до поэм Гомера А не до веры То они палят Александрийскую библиотеку Это, конечно, миф Но что делать? Есть такая версия и традиция Сейчас уже куча фильмов посвящено этому Гепатии и прочим Сочинительным образом того времени Брехня брехнею погоняет Так вот, этому епископу есть дело до Гомера Рассказывайте байки, друзья Византийцы даже издают Страбоновскую христоматию То есть сокращенную географию Дополненную отрывками из труб до Птолемея Его антагониста В общем, кто-то усиленным образом и компиляторским Составляет нам эти все географии И рисует нам эти все устойчивые статус-кво Принятые картины мира Не заметили, друзья? С этим вы можете соглашаться или нет Но это все не внушает никакого доверия Главное же с его трудом, говорят там Нам эти исследователи Уже познакомили в эпоху Возрождения То есть, в первой половине 15 века Рукописи географии появляются в Италии Они привлекают внимание гуманистов С удивлением обнаруживающих Что в античные времена У великого Птолемея Чей авторитет многим векам Оставался незыблемым Был достойный соперник По официальной версии В 1472 году география Страбона Выходит в латинском переводе Осуществленном еще по настоянию Папы Николая Пятого Основателя Ватиканской библиотеки Через 8 лет Ее переводят Заванного А в 1516 году Она впервые печатается по-гречески То есть, сначала по-латыни А потом переводят на гречески На новогречески Не удивляйтесь Это не тот эллинский язык Который ушел в небытие Так вот, друзья Вот эта вся историография Для того нам показана И вся эта сложность Как бы с познанием мира Труда Страбона Лишь еще раз подтверждает Что это сочинение было Наверняка Создано не ранее Восемнадцатого А то и в девятнадцатом веке Конечно, на основании Объединений различных трудов Компиляторски соединенных И взаимокак бы дополняющих Той непосредственной пользы На которую, однако, рассчитывал ее автор Этот вот самый Страбон Эта география, конечно, не приносит Казалось бы, она вообще могла Заинтересовать лишь историка И все же, как потом уже напишут Великое творение Страбона В конце средних веков Начало оказывать влияние На направление идей А идеи отличались смелостью В пятнадцатом веке они устремлялись К неведомым землям По ту сторону Атлантики И к столь же таинственным Южным берегам Африки Вряд ли Страбон Назнал Колумб Но вполне вероятно, что его читал Считают официалы фронтийские Флорентийские географ В Тосканелли, который давал советы Отважному Генуэсу Еще одной мифической личности В нашей истории Во всяком случае Безмятежная уверенность в том Что путь через Атлантический океан Не слишком долг пришла Именно из античности Вот, как говорится Где корень всех басен Которые как бы принуждают И дают силы Этому самому Кристофору Колумбу Чтобы плыть, плыть и плыть И открыть Новые земли Заметим, что даже у Страбона Который разделил Который был, можно сказать, плоскоземельщик Разделил мир на четыре части И он говорил, что вот в этой части Он помещал и свою Как сказать Ливию, Африку И Азию, и Европу То именно в этой части Они находятся А то в другой части Он говорил Существуют антиподы Это все знания Которые вбрасывались Как видите По Страбону С очень далеких времен А по-нашему Просто после катаклизма Начинали рассуждать И думать Каким образом Внедрить новые открытия И как их подчинить Новым идеям Новым идеям Которые связаны С будущим Правлением Масонов и паразитов На нашей земле Ну, сэляви Такова вот Действительность Мира И таков труд Страбона Ну, скажем еще Пару слов В конце нашего Короткого Однако все-таки Может быть Не удовлетворяющего Многих Исследования Что Несмотря на то Что Страбону Приписывают Тысячи лет Написание Этой книги Скорее всего Он Останется В нашем На обиходе Как Географ И когда Географ Позднего времени И когда Отк Знания Будут Доступны Всем Реальные знания То уже Не будет Того Пьедестала И той Брехни На которой Мы Будем Строить Как Свою историю Так И Свою Географию Заметим Что В античные Времена Наиболее Знаменитых Деятелей Нередко Называли Вот именно По Как бы По их Профессиям Произносили Поэт И все Понимали Что Имеется ввиду Гомер Говорили Оратор И тут же Все Ну кто Вспоминал Демосфена А кто Скорее всего Цицерона То же Самое И об истории Ну понятное Дело Геродот Или там Какой-нибудь Тацит Ну не Батчи Олильчи Как он там Этот Итальянец Влох Написавший Его Труд А уже Вот так Называемые Византийцы То бишь Ромеи Никаких Византийцев Никогда Не было Высоко Оценили Страбона И именно Оттого За этим Именем И закрепилось Такое Авторитетное Прозвище География И теперь Мы уже Не можем Никаким Образом Избавиться От этого Термина Если Мы говорим География Мы можем В нее Верить И думать О плоской Земле Круглой Квадратной Или там Какой-нибудь Ячейкообразной Все равно Это все Это наука Реальная Или выдуманная Будет связана С Страбоном И его Географией Продолжение следует...